друзья доброе утро сегодня 19 августа суббота я спешу на работу не так похладно не так шашка 12 градусов погода вроде как бы и не пасмурно не ясно взят облака перемят трубы все как обычно норильск рулит наш причем сегодня можно поговорить пошла еще одна трудовая неделя успехов таких намечали к сожалению не получилось из-за ряда технических проблем думаю в следующем неделе догоним идет полным ходом подготовка 1 пусковой очереди нашего большого проекта мы с той стороны выполнили эту задачу для продачи воды в систему я вчера большой доклад делал да по безопасности проведения работ вчера также заметил что в социальных сетях достаточно много появилась информация в телеграм-канале там других постах где якобы официальные органы комментируют те или иные вопросы то есть официальные власти муниципальные государственники комментируют а когда зашел на официальную страницу сайта например сингильяйск.вм то обнаружил что информация о поселении она устаревшая как бы двухлетней давности лайфхак обновите у вас люди не работают довольно давно потому что когда потенциальные инвесторы изучают территорию и хотят вложить они смотрят все начинают они с интернета сайтов вот в 2005 году чувством мы своим сайтом которые мы тогда создали выиграли россии по всей россии 3 3 место заняли лучший сайт россии тогда их было немного сейчас их много я думаю что будут развивать наш сайт но к сожалению не стали развивать этим инструментом к сожалению тоже не воспользовались поэтому в условиях современной действительности работать с информационными технологиями работать всеми возможностями нужно каждый день и они дадут свои определенные позитивные результаты это и в области туризма и в области обмена информацией и опыта и получение соответствующего опыта потому что нередко комментарии различных пользователей бывает очень полезными при принятии какого-либо решения я я за обратную связь вот с утра уже мутоциклисты ездить очень много здесь мутоциклисты странно поэтому сегодня в принципе хотел бы еще раз подчеркнуть что вопросы не всегда нужны финансы иногда достаточно просто улучшение своих знаний коммуникабельности и смотреть по сторонам есть активные примеры в разных регионах а еще одну мусуль которую я хотел бы озвучить из-за чего тоже получаю критику несколько лет назад я когда наши новоспеченные деятели собирались создавать управляющую компанию очень часто и они подтвердят говорил что нужно создавать муниципальную управляющую компанию дабы снять все вопросы связанные с эффективным управлением контролем качества оказываемых услуг чтобы взаимные претензии тех или иных собственников не оказались нерешенными и вот вчера слушал дебаты наших партий в этих выборах и лидер коммунистической партии алексей курин говорил о том что надо создавать государственные муниципальные предприятия управляющих компаний и не передавать собственность частникам основные ресурсы и возможности поэтому видите через два-три года созрели к той мысли о которой я говорил еще давным-давно нельзя мое мнение для угольную частную собственность передавать управление жилищно-коммунальным комплексом только совместное предприятие с контрольным пакетом при принятии решений государственных органов власти вот только тогда может быть эффективна работа коммунального предприятия а так сейчас если опустить касать эмоции идет рейдерский захват одной управляющей компании и другой потом со временем разберутся виновных накажут но это грязные технологии которые к сожалению для жителей ничего не принесет глумятся за деньги простых пенсионеров собственников глумятся молодежь которая пытается нарисовать воздушные шарики не обосновывая экономическими своими выкладками пытается просто в одно управляющая компания взять бизнес другой ну использует конечно самые грязные возможности это то что управляющая компания является депутатом муниципального образования исполняющий обязанности главы администрации он же является нештатным сотрудником управляющей компании по решению спорных вопросов суде все интересы переплетены и всем хочется быть хозяевами монополии одной компании но это рано или поздно все рухнет это неправильно все умеющие то деньги буду считать деньги и к сожалению последствия для вот этой компании будут плачевными можете записать я думаю что немного времени пройдет все это всплывет и та же самая прокуратура и надеждающие органы на все это посмотрят сейчас с одним углом а завтра другим углом и потом будут большие разборки кто зачем и почему и как это все дело контролировал сращивать личный интерес и бизнес в органах муниципальной власти государственной власти это есть коррупции нельзя всем хорошего дня настроение и побольше позитива еще вчера здесь было столовая сегодня уже эту столовую буквально за один вечер и ночью смесли прям была столовая такая прикольная буду что-то новое один день нету а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok